всем привет у нас понедельник 7 июня сегодня все закончился у нас тут по москве об этом немножко позже хотя принципе чё позже отправил семейство домой ну скажу так за четыре дня четыре с половиной накрутили мы по городу москва пешком ну ориентировочный километров 100 чтобы не быть голословным я сейчас скрин прикреплю 1 1 дня своего это самый максимальный пробег по городу ведь почти 28 километров еще с этой вот они-то на легке а я вот этой хреновины за спиной вода там все дела куртки шмуртки короче чудно время провели еще раз вадим огромное тебе спасибо за предоставленное жилье экономия денег прилично дальнейших наших планах счетка позже расскажу а сейчас мы идем в одно очень милое заведение сдэк называется ну как вы помните на той неделе я тут сашки корешу покупал чехлы на дафа и отправил сдэком это было во вторник на прошлой неделе должны были они прибыть к нему еще в пятницу на всю дорогу сдэк пишет что докладная составлен а груз а ждут груза от отправителя то бишь от меня как так-то ни до кого не дозвониться в центральный офис звонит он туда-сюда вообще все бесполезно поэтому сейчас мы пойдем туда разгон наводить это получается я им все отдал а якобы и не отдал сейчас пойдем мы с этой богатильни разбираться здрасте если прошлый вторник я от вас открою от квитанции да там чего этот чехлы для до грузовика вот эти чехлы информация все сохранена понятно ну вы сами все слышали извините не успел связаться туда-сюда посылка уже где-то там движется вот новое это квитанция не работала программа в общем так как стасом репертуаре она прикиньте вот она пишет я сейчас тоже скрин приложу то есть накладная составлена а этого товара нет как так как нет ну короче но я так всю неделю был занят изучение достопримечательностей города москва поэтому сюда заехать возможности не было ну сейчас вот у нас сегодня в понедельник получилось прицеп наш уже практически готов забирать мы его будем завтра во вторник специально сюда приехал на метро чтобы разобраться с этой посылкой все надеюсь все уважен а то и неудобно вроде бы отправил а посылки нет ну уже лично я только сталкиваюсь вот второй раз со сдеком извините не позвони ну телефон же есть ну и оставляй же контакт закрутился замотался я все понимаю все прекрасно все бывает но просто призупредить позвонить там можно было самое главное что мы звоним на центральный этот сюда не дозвониться телефона не могли найти звоним по центральному телефону никто не может еще понять кто не может еще объяснить вот это никто ж не против что бывают сбои естественно и техника сбои дает вопросов нет но вы же сообщите как в общем вот так все наверное я думаю разобрались сейчас саня отошлю сфоткаю сейчас мы едем едем за тягачом забирать может даже сегодня поеду уже к кегелю опять вот видите же этот парк александровская улица александровская еще раз всем здрасте догадайтесь какое сень число в жизни догадаетесь сегодня четверг 10 июня да треть неделя пошла уже сегодня прицепным забирать только завтра здорово растам поехал вот но еду уже сегодня что-то там у них короче какие-то задержки я так толком и не знаю связь я не держу с ними руководство разговаривать 150 метров поверните направо короче должны были мы забирать его во вторник по итогу забираем в пятницу уже если честно и соскучился я уже вчера готов был уехать с бункера где был мест не скажу вместо дислокации скажу только едем мы сейчас город железнодорожный пытаемся выбраться сейчас в район 107 вот поедем заедем с коней юго-восток они в гости приглашали хочу как раз будем мимо проезжать заедем кофе попьем с хорошими людьми всегда приятно поговорить кофе q попить поэтому поедем заскочим времени валом сейчас время без 15 3 забирать только завтра и завтра же нам но если опять еще не изменится я уже боюсь загадывать ну как бы заявку мы уже взяли подписали завтра же мы грузимся в селятина ламур здесь оселять она этот на красноярск а здесь на можно повернуть направо или нет движение подбежения грузовиков только направо даже прямо здесь нет заехать все машка кричит чтоб мы через мкад поехали и электронный мост не понимает как это не есть пропуска нам как вот короче такие вот дела ну завтра все и выясним чего в чем была задержка пошел у нас такой простой уже сегодня третья неделя в общем то в принципе как было и обещано потом там что-то раньше то позже по итогу две недели получилось съездим еще один рейс вот туда пока на красноярск на восток а там же и михаил владимир еще отдать ему нужно тоже бедный дома засиделся но здесь вообще полная какая-то непонятка вышла по итогу никто не работал никто не все но дай бог мы тут вопрос прицепом у нас закрылся окончательно и без поворотно ребята вот не заснете только когда дорогу переходит хорошо что-то тут мы вообще какими-то такими интересными местами едем жилые дома тут сборный пункт московской области господа призывники вот знаете где это надо обходить нам куда нам тоже налево в этом городе я как бы я как-то ходил сюда было тут тоже время отток пешком здесь первый раз едут по этим местам вот поэтому но вот раз уже тут домой то не уезжал поэтому сейчас круто нём тут рейсик в общем-то не очень длинный и уже на июль отдать за михаил владимир еще он уже июль спокойно дарованил европу пока не едем честно сказать уже помогали по многолетним наблюдением делать там летом ничего еще сейчас в июне можно было съездить конечно июль августом однозначно ловить нечего часть фирм уходит многие уходят в отпуска и по итогу загрузок становится мало цены падают их за копейки забирают вы сами знаете кто поэтому смысла туда ехать это вообще нет никакого скорее всего поедем туда уже по осень так то по весне было туда конечно вот направо и мы выберемся по весне там оттуда конечно съездили бы но летом там однозначно делать нечего плюс начинается в июле эти все ограничения там нельзя тут нельзя здесь нельзя сюда не взял это больше начинается там днем выходные нельзя днем нельзя европа там тоже германия закрывается франция закрывается по субботам алтаж по воскресеньям еще и по субботам в этом катастрофа полная короче ничего хорошего нет поэтому смысла туда ехать нет с магаданом тоже что-то пока не получается рейсы на магадан есть за деньги рейсов нет а ехать туда чисто ради того чтобы прокатиться за то что они предлагают ехать в бездорожье ну я думаю таких желающих они себе найдут кто поедет за просто так но не за просто так там ага видит сумма как посчитаешь что потом оттуда пустому выходить за дороги нет и по итогу уходит что ты едешь туда чуть ли не в убыток за такие деньги пускай есть от другие таких к сожалению таких навалом большинство все так нифига я не могу понять я не буду я останавливаться сюда в сторону егорьевского шоссе короче надо было выбираться как сюда ехал идти на люберцы и там потом на м5 выскакивать его власть тут что-то думал там до железнодорожного потом там туда-сюда и мы на сто седьмой что все ползу ползу да ползу не могу понять куда я ползу ну сейчас приедем за одну батарейки погоняем подзарядим то столько времени отстоявшие ли этом заводили периодически завелась еле-еле хотя и все выключенный холодильник все 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 было отключено кстати проверить холодильник-то заработал а дал чтобы отсюда все защищите сейчас куда-нибудь вы из люди едут и мы проедем значит чтобы не было как в том анекдоте же не анекдоте там жизненно или были это все едет чувак видит мост 35 впереди себя человек умный развернулся еще этих навигаторов там не было ничего не было он берет это букварь открыл листает как и дыдь ну чтоб объехать мост прилетим такой же не такой же видит другой пола умер смотрит мост 35 но этот-то сюда стоит ему навстречу значит он проехал у со своего размаха все крыши рэфа нет моста надо иметь хотя бы иногда а а а а а а а а а хотя бы иногда хотя бы иногда ух ты как они тут собрались так красиво аж втроем а нет это второе это эвакуатор вот поэтому мы тут на егорьевском шоссе то и протолкались почти час да никакой почти час около часа реверс туда-сюда поэтому и потеряли время короче не едем уже браться на сканию тот с кем мы там должны были встретиться тот с кем мы там должны были встретиться тот человечек еще на сканию еще на скании если ехать то километров 65 по сто седьмой еще мы до сто седьмой не добрались поэтому не едем поэтому не едем мы на сканию заедем туда как-нибудь в другой раз поедем прямо на кёгеле ну вот того человечка нам там просто делать нечего так что вот так здесь в москве в подмосковье слушайте ужас какой вот реально вот столько времени вот походили да вот пять дней в москве гуляли слушайте ну это как-то вот раньше ну не я понимал все пробки да вот это все ну ты как бы вот сегодня в них потолкался и как бы завтра тебя уже нет там или ты день-два потолкался но когда вот мы сейчас пять дней подряд каждый день блин толпы народа в парк этот горького приехали обалдеть так там ты не гуляешь по парку ты идешь и смотришь чтоб тебя не сбили по парку горького в субботний день ходило больше людей чем у нас наверное в час пик в Минске на какой в час пик я вообще не знаю полнаселения Минска тут точно ну ну лям вышел так сочно наверно ну я ж не вы что именно в каком-то месте просто вот если взять все обалдеть столько людей в метро это захочет толпа на выход толпа на уход ну честно вот когда тут там приехал уехал как-то так вот не обращаешь на это внимание я конечно дал не знает над привычка наверное надо умение желания какой-то жить в Москве не знаю я бы не смог может быть привык бы конечно ну постоянно эти пробки эти машины стоят в них люди толкаются людей куча сотни тысяч человек в ДНХ не пройти не проехать тут в общем как то так что под впечатлением таким так и сейчас вроде бы ничего не предвещало да вот раз авария и все и час до свидос ладно что еще не все оттолкались опять куда-то приехали поедем прямо на сервис поедем прямо на сервис давайте обгоним вообще кошмар бонизм такой что просто сил нет бензино-слидное мочу разбавлял что ли скат кайфует он справа а мы по 107 не вижу смысла на скат выезжать никуда не тороплюсь могу доехать совершенно спокойно скане отменяется кёгель нет моим тому пока тут пахтим головой газу ну да разогнал все таки эту не усваиван выехал передо мной долго ее там 50 потом 455 60 вот до 65 разогнал больше не смог точно бензино-слидный мочу разбавлял всё всё я и ну я и и Продолжение следует... 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 это вот пацаны уже обижают яйца это вообще наглый он уже второй раз передо мною в этом в этом влазил как его ой где им 5 это пересечения забыл название камаза да ты здесь вот тоже хотя нет что-то я не знаю не тут наверно закрыт что не помаленькие то я видел шли что и тут не волшеб ниже кто-то ехал увидеть кого-нибудь я нет в общем завтра я посмотрю с другой стороны можно и тут вот по старой кошельки сюда вот приехать здесь живут повернуть налево но блин львовский этот но посмотрим завтра во сколько отпустят посмотрим что там на львовском делаться будет будем завтра эту проблему решать тут в принципе на этом участке только он больше здесь вопросов нет не должно быть лента загоняет его моя что это мы тут такое нацепляли с собой о кошечка красиво но по баре Пахнет сильно немного. Короче всё будет. Сломал. Отмажем это дело. Одной хватит. Три таких. Я думаю одной хватит. Как то так вот. Примерно. Так то оно умазанное. Всё седло. По этой ржавчине сверху немного смазки нанёс. Ещё считаете две недели. За две недели вот седло и поржавело. Ну чё всё теперь. Остаётся ждать до завтра. Надеюсь завтра всё будет по-быстрому. Потому что завтра нам надо успеть загрузиться. Обещают что всё будет в ажуре. Посмотрим какой тут будет ажур. Не ну так то. Всегда всё было чётко. Ждём. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok